АПЛОДИСМЕНТЫ Ольга Бутакова! АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Оля! Раз, 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 раз Еще? Нормально? Я опять, как всегда, волнуюсь. Мне вчера уже все говорили, не волнуйтесь. Чем больше выступаю, тем больше волнуюсь. Сейчас я справлюсь с волнением. Ничего, значит, погода прекрасная. Тема у нас сегодня еще более прекрасная. Мы сегодня с вами совершим удивительное путешествие в космос. Потому что то, где мы живем на Земле, мы живем здесь не одни. И вот это вот очень важно. Мне хотелось бы, чтобы информация, которую сегодня вы получите, отложилась у вас. Потому что мы в жизни делаем очень много бессмысленных вещей. Кроме нас в этом мире существуют другие параллельные миры. Эти параллельные миры имеют точно такое же право на существование, как и мы с вами. То, что мы являемся винтом и творением, как бы, высшим творением человечества, это еще не факт. Потому что любой микроб, любой вирус, любая бактерия, любое живое существо, одноклеточное, многоклеточное, имеет точно такое же право на жизнь, как мы, и борется за это право. И мы, являясь наиболее сильными энергетическими существами в этом мире, являемся притягательными для всех субстанций, которые проживают вместе с нами на планете. Мы сегодня с вами будем говорить о том, как они с нами боремся, о том, как в них сопротивляемся, о том, что можно сделать, чтобы они нас окончательно не уморили, кто нас может уморить, кто нас не может уморить. Для чего это надо? Я уже более 20 лет занимаюсь диагностикой, и чем больше я занимаюсь диагностикой, тем больше я понимаю, что правильный диагноз поставить практически невозможно. Потому что правильный диагноз – это то существо, которое нас обитает. Если в нас обитает кандида, у нас, может быть, всё начинает с псориаза и кончая бронхиальной астмой. И это не будет заболеванием лёгких, заболеванием печени, заболеванием почек, заболеванием кожи, а это будет просто кандида. Если у нас поселился циномегаловирус, это может быть слепота, это может быть чисто среднее, это может быть болезнь ветивика, глубокое поражение печени, это может быть поражение кожных покровов, но это будет не заболевание кожи, печени, почек, нервной системы, это будет циномегаловирус. И вот мы сегодня с вами познакомимся со всей группой этих удивительных существ, которые в нас поселяются, и попробуем разобраться, с чем мы можем справиться, с чем мы не можем справиться. Единственное средство борьбы, как ни странно, которое существует в параллельном мире, и у нас с параллельным миром, это наш собственный иммунитет. Пока мы это не поймем, пока врачи не отбросят иллюзию, что кого-то в нашем организме можно убить или уморить, или каким-то образом нейтрализовать, это очень и очень сложно. Вирусы, бактерии, грибки, они точно такие же живые, как мы. Они живее живых, они более сильные, они мощные, они более приспособленные. И только наш собственный иммунитет, который передавался нам из поколения в поколение, может с ним справиться. Вот сегодня мы с вами будем говорить о том, с чем может справиться наш иммунитет и с чем не может. Но сначала мы посмотрим, кто же у нас отвечает за этот иммунитет, что такое иммунитет. Если бы я читала лекцию врачам, на это ушло 3-4 часа, и мы говорили бы об уровне иммунитета 1-й, 2-й, клеточный, гуморальный и так далее. Я даже не буду вам забивать голову этими терминами. Я скажу просто, что у нас существует кровь. Кровь – это душа человека. Это энергия человека. И каждый лейтроцит обладает сознанием. Каждый лейкоцит обладает сознанием. Каждый лейкоцит обучен. Мы сейчас посмотрим, как они выглядят. И вы посмотрите, что это космос. То есть это не просто какие-то клетки, которые кого-то защищают, а конкретно нас с вами. А это космические, скажем так, космические тела, которые обучены сохранять живучесть нашего с вами корабля. То, что вы видите белое – это лейкоциты. Это электронная формула. Красная – это лейкоциты. Вот так вот выглядит лейкоцит при суперэлектронном увеличении. В нашей стране недоступны, к сожалению, такие снимки. Это живой лейкоцит. Посмотрите. Он энергичный. Если бы мы видели движущий лейкоцит, а на Академии многие видели из вас, как лейкоцит разрывает на части раковую клетку, какой энергией он обладает. Так вот лейкоцит – это абсолютно сознательная клетка. Она мигрирует по всему организму. Она получает волны, она получает сигналы. Она получает сигналы о том, что пришли пришельцы, будь то вирус, будь то бактерии, будь то паразит. С некоторыми она борется, с некоторыми она не может бороться. Но, к сожалению, лейкоцит – не очень сильная клетка. И если мы неправильно питаемся, кушаем те продукты, которые нам не положено, пьем те напитки, которые нельзя пить, включая капсиколу, ароматизированные чаи и так далее, и так далее. Не потребляем нормы минералов, не потребляем чистую воду, энергетическую, достаточную воду, биологически усвояемую. Лейкоциты начинают гибнуть. Сравните, как выглядит живой лейкоцит и мёртвый. Разница только в одном – потеря энергии. Всё на Земле – это суть энергии. И вся борьба миров – это суть борьбы за энергию. И самые страшные войны будут потом, всегда, за энергоносители и за воду. Самым главным энергоносителем является для человека вода. Обратите внимание, как выглядят лейкоциты. Они бывают разные. Слева на экране зрелый лейкоцит. Он абсолютно сознательный. У него десятки, сотни ножек, которые лизируют бактерии, которые их захватывают. Снизу – молодой лейкоцит, который называется моноцитом. И если в крови у человека появляются моноциты, это как Гитлер Юген. Это когда офицеры уже погибли, на смену им приходят молодые, необученные курсанты. Вот эзенофилы снизу, которые борются с глистами. То есть они не могут ничего сделать глисту. Если глисту размер 5-6 метров, что может сделать несчастный лейкоцит? Он может только сигнализировать в головной мозг, что вы неправильно питаетесь. Вы не то делаете. Но он ничего реально сделать не может. Вот макрофаг. Это мусорный бак организма. Мусорный бак – это огромная лейкоцитарная клетка, которая захватывает на себя бактерии, уничтожает их. И внутри у нее находится ферментативный аппарат, который растворяет этих бактерий. Эта борьба протекает каждую секунду, на каждом миллиметре нашего тела, в головном мозге, в печени, в щитовидной железе, практически во всех участках нашего тела. Идет борьба не на жизнь, а на смерть. Есть лейкоциты специализированные, Т-лимфоциты, которые отслеживают раковые клетки. Есть лейкоциты, которые отслеживают вирусы. Есть лейкоциты, которые отслеживают бактерии. Обо всем этом они сообщают в центральную нервную систему, и центральная нервная система покрывает вот эти вот санитары, то есть это макрофагальные клеточки. А в руках у нее золотистый стафилококк. Вот это вот снимок, как макрофаг захватывает кишечную палочку. То есть он может выдвигать свои щупальца, как осьминог, на расстоянии в десятки раз превышающие его размеры и лизировать, присасывать. Представьте себе, как у нее вызовывается язык, и она захватывает эту бактерию. Вот макрофаг за работой. Он захватил кишечную палочку.